В следующий миг пророк Аллаха А.С. оказался в Кудусе, в Иерусалиме, затем в Мекке, в доме у Мухани. Насколько быстро это произошло, он мог судить по неостывшей ещё постели. И вода в тазу, в которой он делал омовение перед уходом с ангелом, всё ещё волновалась. Дежурившую у своего дома у Мухани, да будет доволен её Аллах, на это время одолела дремота, и она так и ничего не заподозрила. По пути из Иерусалима в Мекку он успел разглядеть караван Курайшитов. Он отчётливо слышал и видел, как один из верблюдов этого каравана взревел и упал замертво. На следующее утро, придя к Каабе, пророк Аллаха стал рассказывать о ночном происшествии Ми'раджа. Услышав это, мушрики подняли его на смех. «Да», – говорили они, – «видно, Мухаммад совсем лишился ума, окончательно потерял голову». Даже те, кто намеревался принять ислам, прикусили языки и встали на его защиту. Некоторые неверные, радуясь своему открытию, пошли к дому Абу Бакра. Зная Абу Бакра умным, честным, добропорядочным торговцем, они решили с его помощью разоблачить пророка Аллаха, алииссаляту ассалям. Как только Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, вышел из своего дома, неверные спросили у него, «Ты ведь много раз бывал в Иерусалиме, и хорошо знаешь продолжительность этого пути. Скажи нам, пожалуйста, сколько нужно времени на дорогу туда и обратно?» «Очень хорошо знаю», – ответил он, – «это займёт больше месяца». Неверные обрадовались этому ответу. «Вот это слово умного, рассудительного человека», – сказали они, радуясь тому, что друг и последователь Мухаммада, алииссаляту ассалям, думает так же, как они. «А твой друг и учитель уверяет нас, что побывал там всего за одну ночь, видно, совсем лишился рассудка», – сказали неверующие с улыбкой Абу Бакру, выказывая ему уважение и надеясь на его поддержку. Услышав имя пророка Аллаха, алииссаляту ассалям, Абу Бакр ответил, «Если так сказал Мухаммад, значит, так и было, значит, он побывал там за одну ночь» и ушёл обратно в дом. Мушрики растерялись от такого неожиданного заключения. Они решили, что Мухаммад, алииссаляту ассалям, околдовал и Абу Бакра. Абу Бакр сразу оделся и пошёл к пророку Аллаха, алииссаляту ассалям. Найдя его среди большого количества людей, сказал, «Поздравляю тебя, пророк Аллаха с Ми'раджем. Благодарю Всевышнего за то, что Он явил нам свою благость, и мы можем видеть тебя, слышать твои проповеди и следовать за тобой, величайшим пророком Аллаха. Всё, что ты сказал, истинно, я верю каждому твоему слову». Эти слова Абу Бакра окончательно расстроили неверных. Сказать им было нечего, и они поспешили разойтись. Околеблющимся в принятии веры слова Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, придали уверенность в том, что путь, предложенный пророком Аллаха, алииссаляту ассалям, верен. Мухаммад, саллиллаху алейкум, был благодарен другу за поддержку. В тот день он назвал Абу Бакра «ассиддык», что значит «верный», возвысив его тем самым ещё на одну ступень. Это очень раздражало противников ислама. Их просто бесила столь крепкая вера мусульман, позволяющая принимать любое слово пророка Аллаха, алииссаляту ассалям, за истину. Что верующие столь преданы ему, что ходят за ним по пятам, ловят каждое слово. Они не могли это так оставить и решили разоблачить его. Скажи нам, Мухаммад, раз ты побывал в Кудсе, в Иерусалиме, сколько дверей и окон в мечети Алякса? Пророк Аллаха, алииссаляту ассалям, ответил на все подобные вопросы. А Абу Бакр периодически поддерживал. Да, именно так, пророк Аллаха, именно так. Впоследствии Мухаммад, саллиллаху алейю ассалям, объяснял этот случай таким образом. Конечно, находясь в мечети Алякса, я не разглядывал по сторонам и поэтому не знал то, о чём меня спрашивали. Но когда стали задавать вопросы, Джибриль, алииссалям, представил моим глазам изображение мечети Алякса. Я просто пересчитывал и тут же отвечал на вопросы. Затем он рассказал о виденном им караване курайшитов. «Если даст Аллах, то караван будет здесь в среду», сказал пророк Аллаха, алииссаляту ассалям. Действительно, в среду при заходе солнца караван вошёл в Мекку. Пришедшие с караваном рассказывали, что в дороге случилась небольшая песчаная буря, и у них пал верблюд. Такое подтверждение слов пророка Аллаха, алииссаляту ассалям, укрепило веру мусульман, но увеличило враждебность неверных. Это великое путешествие, вознесение, Ми'радж, произошло 27-го числа арабского месяца Раджаб, за год до главной хиджры, переселения в Ясриб, позднее Медина. Благословенный пророк, алииссаляту ассалям, путешествовал в ту ночь душой и телом, не во сне. В ту ночь Всевышний Аллах обязал нас исполнять пятикратную молитву и не спаслал последние два аята суры Бакара, а Ми'раджа говорится в 17-й суре Корана Исра, в 53-й суре Наджм и в нескольких хадисах. При разъяснении Ми'раджа своим сподвижником пророк, саллиллаху алейю вассалям, сказал благословенному Абу-Бакру. О, Абу-Бакр, видел я шатёр из чистого золота, предназначенный для тебя. Могу также перечислить приготовленные для тебя многочисленные блага. Благословенный Абу-Бакр ответил ему, пусть ради тебя станут жертвами и тот дворец, и его хозяин. Благословенному Умар уже сказал, О, Умар, видел я твой шатёр, сделанный из рубина, в нём находилось много гурий, я не вошёл туда, подумав о твоей ревности. Благословенный Умар не выдержал, заплакал и сказал, пусть станут жертвами ради тебя мои родители и моя душа, как можно ревновать к тебе? Затем он обратился к благословенному Усману. О, Усман, тебя я видел на каждом уровне неба. Увидев твой шатёр в раю, я вспоминал о тебе. А благословенному Али сказал, О, Али, твоё изображение видел я на четвёртом уровне неба. Спросил об этом Джибриле, и он ответил, О, посланник Аллаха, ангелы, увидев благословенного Али, влюбились в него, поэтому Всевышний Аллах создал ангела, похожего на него. Он находится на четвёртом уровне, где его с удовольствием навещают ангелы. Затем вошёл я в твой шатёр и понюхал плод одного дерева. Оттуда появилась гурия и закрыла своё лицо. Я спросил, кто она и чья. Она ответила, что создана для сына моего дяди Али. Первые два дня после того, как стало обязательным исполнение пятикратной молитвы, благословенный Джибриле Али Иссалям учил пророка, временно став имамом на все пять молитв. В хадисе от Джабира бин Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, сообщается. Явился Джибриле Али Иссалям к пророку Али Иссаляту Иссалям и сказал, «Встань и исполни молитву». Пророк встал и исполнил полуденную молитву, когда солнце отклонилось от зенита. Затем снова пришёл Джибриле и сказал, «Встань и исполни молитву». Пророк, салли Аллаху Али Иссалям, встал и исполнил послеполуденную молитву, когда тень от предмета стала равной высоте предмета. Вечером Джибриле пришёл снова и опять сказал, «Встань и исполни молитву». Пророк встал и исполнил вечернюю молитву, когда солнце полностью скрылось за горизонтом. Затем Джибриле пришёл перед сном и сказал, «Встань и исполни молитву». Пророк встал и исполнил ночную молитву, когда исчезли закатные блики и наступила темнота. После этого Джибриль явился утром и вновь сказал, «Встань и исполни молитву». Пророк, саллиллау алей вассаляма, встал и исполнил утреннюю молитву, когда забрежжил рассвет. Затем Джибриль пришёл к полудню следующего дня и снова сказал, «Встань и исполни молитву». И пророк исполнил на этот раз полуденную молитву, когда длина тени предмета стала равна высоте самого предмета. После этого Джибриль явился через некоторое время вновь и сказал «Встань и исполни молитву». Пророк встал и исполнил послеполуденную молитву, когда тень от предмета стала по длине вдвое больше высоты предмета. Затем Джибриль пришёл снова в вечернее время и велел исполнить вечернюю молитву, как и раньше после заката солнца. После этого Джибриль пришёл в ночное время, по пришествии первой третьей ночи или после половины ночи, и пророк исполнил ночную молитву. Потом Джибриль пришёл утром, когда сумерки полностью рассеялись, и кругом было светло, и сказал «Встань и исполни молитву». И пророк встал и исполнил утреннюю молитву, после чего Джибриль сказал пророку «Эти промежутки времени отведены для исполнения молитвы». Пророк встал